Преем СКТ головного мозга выполнены по стандартной программе без внутривенного контрастирования. Отмечается перелом правой височной кости без особенностей перелом правой и левой затылочной кости. Линии перелома распространяются на височной кости. Справа линия перелома достигает ячеек «основание пирамиды». Слева ячеек «не» достигает. Слева отмечается импрессия на уровне мажечка S толщины кости. Вдоль перелома слева отмечается эпидуральная гематома толщиной 2-4 мм. и протяженностью до 25 мм. В левом полушарии мужичка мелкие контузионно-геморрагические очаги до 5 мм. Контрлатерально, в полюсе левой лобной доли, сливной контузионно-геморрагический очаг 25 на 20 на 15 мм. с перифокальным отеком шириной до 6 мм. Вдоль конвексиктальной поверхности лобной доли пластинчатая субдуральная гематома протяженностью до 28 мм. Признаков нарушения мозгового коробращения не обнаружено. Дифференцировка на серое и белое вещество сохранена. Срединные структуры не смещены. Желудочки симметричны, не расширены. Субарахноидальное пространство не расширено. Отмечается неравномерное обозвестление сосудистых сплетений задних рогов и шишковидной железы. Пневматизация придаточных пазух носа в зоне сканирования не нарушена. В единичных ячейках правого сосцевидного троска гомогенное жидкостное содержимое. Заключение. Перелом правой теменной кости. Затылочные кости справа и слева с распространением на основание черепа. Ипудуральная гематома вдоль линии перелома слева. Субдуральная гематома вдоль правой лобной доли. Контузионно-геморрагические очаги в левом полушарии мозжечка и в правой лобной доле. Признаков дислокации головного мозга не выявлено. Продолжение следует... Продолжение следует...